чем команда по что не стало побеждал но я думаю что все кто смотрят за матчами все понимают есть конечно болельщики которые болеют поединке с зенитом это такой поскольку было нарушение в атаке да там панаганда осталось баллисту но это не сделано сейчас хорошее врывание штрафную передача передача под себя вот это было здорово по по мысли но длинный пас и сразу два футболиста строгино оказываются в зоне приема и передача еще какая проходит здесь защита справилась но очень хорошо находили уезжал кто-то тренировался не в родном регионе поэтому соответственно конечно одна хитроумная передача он снова белохонова и вот здесь уже пришлось так немножко завернуть через вратаря опять атаку ну а теперь все быстро очень доходит до уже непосредственно штрафной площадки и здесь попытка обыграть скидка никого нету снова паузу за наберет борьба в центре василий и украсил желтая карточка поднял обе руки вверх поскольку скатью на дальнюю штанг упадет в неделе вот так быстрее ждала ночь вперед отправить и все и мяч снова у зенита сейчас пока строгино так назад оттягивать можно попробовать свободные зоны найти хорошо шершовым сыграно так он сместился немножко своей позиции и вот уже идет передача и дойдет мяч дошел до шаровой как он пробил интересно это было правда загадочно это тоже очень здорово хорошо в центре нашли лохонова попытка обыграть удары и вот снова жданов и уже по бровке вот шутшов пошел пошел его тогда собственно сначала казалось легко остановили но нет сместился в центр и в итоге здесь еще и сам дальше мяч отвоевал упал продолжается атака зенита вот такое активное включение отличная разрезающая передача уже и не забивается корректирует уже навес потому что предыдущий раз конечно было похожая передача похожая правда здесь уже не стал выходить вратарь и не забивается предмет вот пожалуйста да вот не вышел в этом эпизоде путилов и есть взятие ворот сейчас хотел бы даже увидеть кто именно забил у нас сегодня кстати дефейл проходит полноценный тур одна игра только завтра будет спартакс академии конопленос играет два игрока команда строгино на траве смотрим за ударом рядом со штангой по-моему пшеников пробил желтая карточка кстати остальных игроков пока по крайней мере мы мы не видим в да их нету в стартовом составе ух опасно может быть еще один момент создает строгино пока этот ушел в изучение дан списков могли наказать за невнимательность игроки строгино сейчас как раз если они забыть например ты не по подходу не воротам есть нарушены правила это желтая будет алимханов все передачи делается стандарта как сейчас опасно было еще раз пришел а кто-то из тренеров и покритиковал за то что так долго тащил мяч а что я мог сделать если не получалось по-другому обработать сейчас вот такой момент и вот это друзья дела счет становится 21 пользу спорди но я поговорил кому-то до конца до перерыва даже может быть где-то и близок был потому чтобы этот удар отразить утилов вот отсюда бы хорошо ровно быстрые атаки напечные смирнова уходят центр пытается прорваться зачем беляев резервный да тут желтая да вот еще алексей филимонов видимо так сейчас надо разбираться в принципе по позиции он это прочиталось но нет на замену спорди но самый главный момент вроде бы нет родионов на игре козлова но не прошло уже в центре васильев мяч забирает ну атака строги но вот что снова сейчас бушуев успеет нет на этот раз защитники раза за подачей на ближнюю и взять на ворот пролетел через штрафную игрок строги но до него первым добрался поставил бачок и сейчас продолжается атака кстати говоря строги но ух ничего себе такой пинт может быть он получился таким нас марьянов рвался по бровке хорошо калединым сыграно дальше через центр передача и стеночка и сквозь здесь нет показывает судья встанет чтобы первым первые белохонов здорово сейчас побегал он по определенному пространству и уже налево смещается хорошо здесь марьянов дальше родионов пошел обыгрывать одного ушел с марьяновым сыграно марьянов передача проходит нет жданов здесь выходит играет кулаками то первый на мяке здесь по мне было бы конечно очень показательный для того чтобы приводить его как пример ну и настроились настроились явно московские футболисты на то чтобы бой зениту дать боимся давайте будем пробовать поэтому на самом деле команда приятное впечатление производит григорьев хорошо убрал лимонов и движется дальше сам движется набирает ход нет это как раз родионов был я и глядно по второму тайну начинают пик и изменяюсь перед по хороший пас прошел тут правда уже сразу три футболиста практически висят на белохонове белохонов на дальнюю штангу выкрутил мячей да и когда они могли два пропустить насколько они в ответ забивали пока вне привычной себя роли желтая карточка желтая карточка кому предъявлено красная да это вторая посмотреть сколько же зенит в принципе в домашних играх забивает но с мастер статурным была игра где забили всего 2 краснодару 4 чертанова 6 было 2 2 технические победы над шурзников шем они ну часто белохонов выставляют в другую точку тут какое-то нарушение уда в ходу григорьев первыми читается эту встречу выиграть домашнюю встречу игроки строге но вот так вот себе этот мяч до фактически решили забрать потому что передача пошла такая же опасная мы смотрим перезадок и зенита родионов очень здорово обработал передача на ход белохонову и забивает он долг подачи сафонов значит германа рискова заменили подача и как там мяч в ворот то не попал или попадет еще еще добивание что творится сейчас штрафной мне показалось что вы все там вот там начале эпизода по моему мяч летел в угол ворот вот это да и как он планировал фантина дмитрия смирного ну но после того штрафного ну куда вперед мяч отправляют пиш покатился и что угловой нет отворот все-таки отворот негор беляев там получает желтую карточку когда вторая получается до 2